23 мая 1991 года авиалайнер Ту-154Б авиакомпании Аэрофлот выполнял регулярный рейс 85-56 по маршруту Сухуми-Ленинград. На борту лайнера находились 181 человек. В 10 часов 21 минуту по московскому времени рейс 85-56 вылетел из Сухумского аэропорта Бабушара и после вылета самолет занял высоту 10100 метров и взял курс на Ленинград. В 12 часов 39 минут командир воздушного судна начал предпосадочную подготовку перед началом снижения и сказал экипажу, что посадка будет на правую взлетно-посадочную полосу с магнитным курсом 100 градусов по курсоглиссадной системе. Но двумя днями ранее данная система была отключена, так как проходило плановое техническое обслуживание и контрольные летные проверки. Это было указано в листе предупреждений, однако экипаж с ним не ознакомился. Также еще в 12 часов 30 минут экипаж прослушал информацию о ТИС, из которой узнал данные о фактической погоде в аэропорту Пулково. Кучево-дождевые облака высотой 1000 метров, видимость 10 километров. В 12 часов 45 минут рейс 85-56 начал снижение с высоты 10100 метров, а в 12 часов 51 минуту вышел на связь с диспетчером подхода, который разрешил снижение до 3300 метров, а затем до высоты 2700 и 1800 метров. В 12 часов 58 минут самолет находился на высоте 1800 метров, когда экипаж перешел на связь с диспетчером круга и сообщил ему, что заход будет осуществляться по приводам. Однако при этом экипаж контроля по локатору не запросил. Диспетчер круга разрешил снижение до 900 метров к третьему развороту, после завершения которого экипажу было передано разрешение на снижение до высоты круга 600 метров. В это время погода в аэропорту Пулково значительно ухудшилась, и по данным на 13 часов шел ливневый дождь, а небо было полностью затянуто кучево-дождевыми облаками высотой 270 метров. Это значительно осложняло посадку. Однако экипаж рейса 85-56 не получил информацию об ухудшении фактической погоды. В 13 часов 2 минуты экипаж связался с диспетчером посадки и сообщил ему о выполнении четвертого разворота на высоте 600 метров. На что в 13 часов 3 минуты диспетчер сообщил удаление 13 километров, правее курса 200 метров, подходите к глиссаде. Экипаж подтвердил полученную информацию, а в 13 часов 3 минуты на удалении 10 километров от торца взлетно-посадочной полосы вместо положенных 12,5 километров начал снижение. В 13 часов 4 минуты на высоте 400 метров и на расстоянии 7 километров от торца взлетно-посадочной полосы при приборной скорости 287 километров в час экипаж довыпустил закрылки на 45 градусов, а через 5 секунд горизонтальный стабилизатор был установлен в положении минус 5,5 градусов. В 13 часов 4 минуты экипаж выполнил карту контрольных проверок перед посадкой и на расстоянии 5700 метров от полосы командир доложил о готовности к посадке. На что через 4 секунды диспетчер ответил удаление 5 километров на курсе выше 10, посадку разрешаю. Спустя одну минуту на высоте 227 метров лайнер прошел дальний приводной радиомаяк, после чего экипаж увеличил вертикальную скорость снижения и самолет снизился ниже глиссады. Хотя посадка осуществлялась во время ливня, экипаж наблюдал наземные ориентиры и видел взлетную полосу. В 13 часов 5 минут, когда до взлетной полосы было 3100 метров, штурман сообщил остальным членам экипажа о высоте в 150 метров и скорости 260 км в час, но не дал команду оценка, как это установлено, за 30 метров до высоты принятия решения. На удалении 2900 метров от взлетной полосы рейс 8556 спустился ниже высоты принятия решения, а его вертикальная скорость в этот момент составляла 7,5 метров в секунду, что вообще требовало прерывать посадку и уходить на второй круг. Однако командир при проходе высоты принятия решения не сообщил экипажу своего решения. Второй пилот, видя, что параметры полета по высоте и скорости снижения достигли предельных значений, а командир не говорит своего решения, нарушил свои обязанности и не инициировал уход на второй круг. Лишь в 13 часов 5 минут был несколько увеличен режим работы двигателей, а штурвал отклонен на себя, тем самым нос приподнялся, что на расстоянии 2150 метров от полосы снизило вертикальную скорость до 2 метров в секунду, тогда как самолет находился ниже глиссады на 50 метров. После того, как вертикальная скорость была снижена, экипаж вновь уменьшил тягу двигателей и отдал штурвал от себя, штурман спросил командира об оценке, на что тот ответил «Садимся». Лайнер в это время находился на удалении 1950 метров на высоте 60 метров над землей и снижался с вертикальной скоростью 4 метра в секунду. В это время на диспетчерском пункте аэропорта в нарушении ряда инструкций произошла смена диспетчеров. При этом новый диспетчер не вел радиообмен с рейсом 85-56 и не контролировал его снижение, не заметив таким образом его спуск на 40 метров ниже глиссады. Однако экипаж при подходе к ближнему приводному радиомаяку сам определил значительное снижение высоты и когда лайнер находился в 40 метрах от земли, рычаги управления двигателями были установлены на 90%, а штурвал взят на себя. С перегрузкой в 1G самолет начал подъем с вертикальной скоростью 4 метра в секунду. В результате в 13 часов 5 минут на высоте 42 метров был пройден БПРМ, а в 13 часов 6 минут высота достигла 60 метров. В таких условиях подобный маневр должен был по инструкциям завершиться уходом на второй круг. Однако еще при пролете БПРМ экипаж принял решение садиться, в связи с этим руды были установлены на 66%, а штурвал отдан от себя. Данный маневр привел к появлению вертикальной перегрузки в 1G, длившейся 10 секунд, из-за чего экипаж не заметил возрастания вертикальной скорости снижения, которая возросла до 7 метров в секунду, а скорость полета упала с 280 до 250 км в час. На расстоянии 150 метров от взлетно-посадочной полосы лайнер снижался с дифферентом на нос в 4 градуса. Из-за проведенной манипуляции с регулировкой тяги двигателей в нарушении руководства полетной эксплуатации самолета в самолете возникла значительная перебалансировка, нарушавшая его стабилизацию при заходе на посадку. Примерно в 13 часов 6 минут, когда самолет находился в 20 метрах от земли и снижался с вертикальной скоростью 7 метров в секунду, экипаж осознал опасность жесткой посадки, в результате чего тяга двигателей была тут же установлена на максимум, а штурвал полностью взят на себя, что начало снижать вертикальную скорость спуска, а также постепенно поднимать нос со скоростью 2 градуса. Но в 13 часов 6 минут с приборной скоростью 250 км в час и с вертикальной скоростью около 7 метров в секунду, летящий по курсу 100 градусов рейс 85-56 приземлился на концевую полосу безопасности. Касание произошло под относительным углом 1 градус, поэтому первое касание было стойкой носового шасси в 6 метрах от взлетно-посадочной полосы, а затем основными шасси в 13 метрах от взлетно-посадочной полосы. Из-за высокой вертикальной скорости при снижении в момент касания лайнер испытал перегрузку в 4,5 g, в результате чего фюзеляж разломился в районе центральной части с 49 по 53 шпангоутов. На большой скорости авиалайнер вылетел на бетонную полосу и начал разрушаться. Фюзеляж разорвало на три части, из которых хвостовую развернуло вправо и она осталась на взлетно-посадочной полосе, а средняя часть с крыльями и частично отделившейся носовой вылетела вправо от полосы на 80 метров. Пожара на месте катастрофы не возникло. В катастрофе погибли 15 человек, 13 пассажиров и 2 человека на земле. Ранение получили 38 человек, командир воздушного судна и 37 пассажиров. Расследование производилось комиссией Госавианадзора СССР. Причиной катастрофы явилось грубое приземление самолета до торца взлетно-посадочной полосы с превышением расчетного значения по прочности при вертикальной перегрузке, что привело к разрушению конструкции. Грубое приземление явилось следствием сочетания следующих факторов, связанных с отклонениями в действиях экипажа и диспетчеров посадки. Невыполнение экипажем предпосадочной подготовки в полном объеме, что привело к несогласованности действий членов экипажа в процессе снижения для захода на посадку по системе ОСП, значительному отклонению в вертикальной плоскости от расчетной траектории снижения и запоздалым действиям по их устранению. Несвоевременному устранению отклонений способствовало также отсутствие необходимой информации от диспетчера посадки, который не контролировал заход на ответственном участке от ДПРМ до БПРМ в условиях ливневых осадков. Катастрофа рейса 85-56 стала первой советской авиакатастрофой, которая получила открытую огласку и освещалась в прессе и на телевидении. До этого в СССР об авиакатастрофах практически ничего не сообщалось. Смотрите также, 18 января 1988 года авиалайнер Ту-154Б авиакомпании Аэрофлот выполнял рейс 699 по маршруту Москва-Красноводск-Ашхабад, но при посадке в аэропорту Красноводска самолет грубо сел на взлетно-посадочную полосу и полностью разрушился. Друзья, мы создали второй канал Планета Катастроф, где мы рассказываем интересные истории об экологических, техногенных, а также катастрофах по вине человека. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые истории.